Херсонский молодежный театр Моя фамилия Георгиев Виктор Сергеевич Я художественный руководитель Творца культуры и молодежного Херсонского театра Мое внутреннее состояние сегодня сливается с множеством людей, которые пришли на волю и заявление свое Потому что, знаете, в 90-х годах бесстыдно украли у меня, мою страну И, наконец-то, сегодня мы все возвращаемся, возвращаемся в свой род, возвращаемся в свою страну Я очень рад, что то, что говорят херсонцы против, это вранье чистой воды, это пропаганда Зеленской и его команды Сегодня вы видите, что Херсон поворачивается в ту историю, из которой она как город, как область пришли Так что я очень рад, что сегодня действительно в Херсоне праздник, праздник возвращения в свою страну И я очень благодарен Владимиру Владимировичу Путину, который сумел объединять все то, что когда-то бессовестно было разрушено И что я хотел бы пожелать своим херсонцам, это то, что не надо бояться, если у вас это вот находится здесь, в глубине вашей души Вы должны ее открыть и прийти и изъявить свою волю и то, чтобы мы объединились И мы были на долгие годы вместе Я говорил открыто, я активно со своими ребятами принимал участие в референдуме Что произошло, это не мне судить Но в ноябре месяце я оставался, когда все выезжали, я оставался со своей труппой Но так произошло, одни ушли, другие пришли И я покинул Херсон со своей семьей 12 ноября Во-первых, за ночь был сменен флаг без меня, то есть в закрытом дворце Уже украинский флаг, когда Украина взошла, когда встречали освободителей В общем, все те ждуны, которые там ждали эти 9 месяцев, вот они и показали свое истинное лицо 12 числа я вошел во дворец, мне хотелось бы в это время убрать все, что касалось России Я понял, что здесь Украина и они войдут во дворец, будут издеваться над портретами И Владимира Владимировича, и всех, кто был у меня над флагами и тому подобное Все это я как бы снял, запрятал Уже не было транспорта, который через Днепр перевозил на левую сторону, где Россия была Подъехала лодка «Крымчанка» на 5 человек Мы начали переговаривать с лодочником, но он отказывался везти, потому что мой сын, он уже взрослый, 21 год И я, он сказал мужчине, я не перевезу, потому что расстреливают лодки, они идут ко дну На набережной все это в флагах Украины, все радовались, как бы восхищались этим событием И когда я боковым зрением увидел, что за моей спиной стоят военные с оружием Он сказал быстро садитесь в лодку, бешеные, конечно, деньги, то есть там никто не, наши, не наши Все зарабатывали, было все равно, куда ехать, только покинуть Украину МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА